Еще раз добрый вечер, уже вечер. Итак, следующее ясновидение, извиняюсь, касалось у нас Алекс, подписчик, и тема называлась послание предков для Алекс. Теперь я снимаю его голосовые видеоролики, ответы на, то есть, снятый мной ролик, на мою работу, на мое видение. Начнем. Кстати, уважаемая Инга, меня зовут Александр. Я хотел бы отправить вам голосовое сообщение по поводу вчерашнего вашего предсказания по роду моего отца. Меня зовут Александр. На вашем канале «Ведьмина из Баря» подписан как Алекс Моторный. Вот. И хотел бы сначала выразить вам свою благодарность и сказать вам, что спасибо вам большое, что вы выбрали меня. Для меня это было очень важно узнать линии своего отца, свой род, потому что про род отца я вообще ничего не знаю. Но вы мне открыли эту завесу и рассказали то, что для меня было очень важно. Вот. Теперь перейду к вашим предсказаниям. Значит, вы мне сказали, что родители мои разведены или не живут вместе, вот, хотя у них была большая любовь друг к другу. Да, они любили друг друга, но прожили где-то около года, но потом разошлись. Мой отец нашел себе другую женщину, ушел из семьи. Мама у меня не прожила долго, она умерла. На тот момент мне было восемь месяцев. Также вы сказали, что видите бабушек. Вы увидели бабушек, потому что две бабушки, это моя прабабушка и бабушка, они воспитали меня. Ну, и еще воспитанием моим занимался и дедушка. Также вы сказали, что по отношению ко мне было холодное отношение, что у меня была в детстве закомплексованность, постоянное ощущение ненужности. Да, это так, Инга. Благодаря моей тетке и ее мужу, они постоянно мне унушали, что вот я не такой, что вот ты глупый, что ты интересуешься не тем, что нужно в этой жизни, что тебе нужно вот... Ну, как все, как сказать, что вот тебе это не надо, вот это надо, учили меня, что правильно, что неправильно. Ну, вот вы все правильно сказали. Также вы сказали, что в моем роду военная каста. Да, это тоже так, Инга, вы все верно увидели. Мои два прадеда по линии матери были военные, они воевали во Вторую мировую войну. Одного звали Гаврилу, второго Макарий. Вот. А также брат моей матери, мой родной дядя, воевал в Афганистане. Также вы говорили, что не получается найти себя в этой жизни. Да, тоже вы все верно увидели. Я не могу найти, чем в этой жизни заняться, как к чему стремиться, за что не возьмусь, все не мое. И везде себя чувствую, что это не мое, это мне не нужно, это мне надоедает, это я от этого устал, мне хотелось что-то изменить. Пытаюсь за другое взяться, тоже надоедает, быстро все бросают. Да, вы все верно увидели, я быстро не довожу дело до конца. То есть не быстро, а имеется в виду, вообще не довожу дело до конца, потому что я теряю интерес к этому всему. Однотонность мне постоянно утомляет. Также вы говорили, что я пережил жуткий стыд, боль, страх. Да, есть вещи в своей жизни, за которые мне стыдно. Боль и страх, да, есть. Есть такое понятие, потому что много в детстве не причиняли боль, много меня запугивали в детстве, говорили мне, что вот если ты не будешь делать так, как мы тебе скажем, ты будешь наказан. То есть ограничивали мою свободу, бабушка меня держала в ежевых рукавицах, туда не идешь, с тем не дружи, а с тем дружи. Был тотальный контроль, одним словом. Также вы сказали, что уставшая старая душа у меня. Ощущение ненужности в этом мире, да, это так и есть, Инга. Действительно, общаясь своими, скажем так, с верстниками, у меня ощущение, что эти люди не моего уровня. Что вот, ну нет у меня с ними, не могу найти с ними общего языка. Для меня они неинтересны. Дно, пустое дно. Мне интересны более люди, которые уже в жизни чего-то добились, люди, которые совершенно старше, потому что они более мудры, умны. Они много в этой жизни добились, что-то могут посоветовать, подсказать, научить. Вот. Также вы сказали, что есть нежелание жить у меня. Что вот усталость сказывается вот от этой жизни мирской. Да, есть такое, Инга. Вы все верно увидели. Я просто поражаюсь вашему видению. Знаете, вы вот, как вчера вы говорили, я слушал вас, у меня такое ощущение, как будто, ну, вот, мне всего трясло, потому что человек сколько видя, ну, ни один человек, я не знаю, ну, не знаю, таких людей, которые могли увидеть все о моей жизни, все, практически все, да, подробностей. Да, вы меня, конечно, шокировали, честно скажу, и это для меня немножечко, знаете, как сказать, вот, немножечко так разволновало, потому что все, я не ожидал, что вы много так скажете обо мне, о моем роде. Так, так же вы сказали, место, где я живу, недалеко есть польское кладбище. Да, есть такое старое кладбище от меня недалеко, где-то километра два. На том кладбище есть старые захороненные могилы, но никто не знает, откуда могилы, что за эти могилы. Оно это кладбище, насколько я понимаю, я, правда, не знаю, какое у нас два кладбища, одно недалеко от меня, другое немножечко подальше. Вот, какое из них, потому что одно кладбище не ограждено забором, второе, оно ограждено забором, вот, и не знаю, какое, не могу сказать, какое из них. Так же вы сказали, мне говорили, что не слышно ли по ночам колокол, бьет колокол. Вы знаете, в моем селе, где я проживаю, когда-то еще во времена коммунизма, когда вот это церкви рушили, разрушали вот эти церкви, уничтожали все вот это церковное, вот эти святыни. Люди рассказывали, что была в моем селе церковь, и ее не могли никак, скажем, разрушить. Пришлось ее, то ли подрывали ее, то ли техникой пытались ее разрушить. Но говорят люди, что когда упала церковь, когда уже вот стены рухнули, то упал колокол, и он так зазвенел, что упал прямо в реку. И люди слышали, что иногда в воде слышно колокол, звон колокола. Может, вы имели в виду это? Я не знаю, но церковь была возле реки, и он прямо вот туда свалился. Все может быть, потому что все считывается с твоего детства, с окружения, с судьбы той местности, где человек живет. Поэтому это все, ну и вся информация, которая приходит, она не просто так. Она напоминает людям, может быть, о совершенном вандализме, о преступлениях против своей культуры, против своей истории и так далее. Вот это все, это поток информации. Вы когда вот там подошли к реке, да, зачерпнули воду, там все что угодно, и рыба может, и лягушка быть, и водоросли. То есть, то же самое информация, она приходит вся, а потом человек сортирует, что для этого человека важно, а что просто вот данность его жизни. Давайте дальше слушать. Так, вы говорили, что я, как бы, внутри художник, художник. Да, вы, Инга, все верно говорили, да, я в детстве неплохо перерисовывал иконы карандашом, перерисовал картины. Я могу что-то такое придумать, нафантазировать, оттуда и говорят, вот, ну, ты фантазер, ну, ты как придумаешь что-то, что вот другому в голову другой бы не придумал. Да, вы все верно мне сказали, Инга, все, все подробности все так и есть. Да, я могу придумать что-то такое, я сначала представлю, потом пытаюсь это все воплотить в жизнь, то есть, чтобы оно, ну, скажем так, ну, что ли, оживить это все, вот, ощущения. Я просто не знаю, как это получается, но подсознательное чувство, как нужно правильно сделать, как нужно, чтобы оно было и красиво, и со вкусом, и чтобы человеку понравилось. Я не знаю, как это происходит, но это происходит подсознательно, как-то не могу я объяснить это, но это есть. Так, вы говорили, что, что отец мой ушел, да, про отца вы мне сказали, что его уже нет в живых, да, Инга, вы правы, его уже нет в живых, он... Я извиняюсь, нажала не туда, сейчас продолжу. Умер, умер он, мне было на тот момент лет 23-24, когда его не стало. Не, не, извините, извините, ошибся, где-то лет 18, да, или 18, или 20, я уже точно не помню, его убили, убили его на дороге. Насколько я знаю, по-моему, отверткой попали ему сонные артерии, и он умер от... кровоподтеков. Вот. Он был по жизни, как сказали вы, да, действительно, у него было много женщин, он был... Я бы, знаете, когда рассказывают о чем-то, я обычно прерываю, останавливаю, дальше рассказываю, что там было, но сейчас не буду этого делать, сейчас просто включу, просто ответ человека на уже ясновидение. Хотя сказать ей что, но еле сдерживаюсь, но не буду сейчас это продолжать, потому что я продолжение не буду снимать именно каждого человека, да, так что пускай вот ответ на то ясновидение только. Давайте слушать дальше. Сесть раз женат. Кроме меня, у него еще есть двое детей. Давайте еще раз переслушаем. По-моему, по-моему, все верно говорили, да, я в детстве неплохо перерисовывал иконы карандашом. Вот. Он был по жизни, как сказали вы, да, действительно, у него было много женщин, он был шесть раз женат. Кроме меня, у него еще есть двое детей. По-моему, насколько я знаю, по линии отца у меня есть две сестры родные. Правда это, неправда, не могу знать. Правда. А также он транжира, это действительно так. Он жестокий, да, он агрессивный, агрессивный, да, он поднимал руку на мою маму. Часто это было, и мне говорили, что он иногда не скандалили из-за того, что из-за его романов, которые у него было как раз на тот момент, он нашел себе другую женщину, но они скандалили, и он на него иногда поднимал руку. Так, я сейчас все записал, чтобы ничего не пропустить. Также вы говорили, что в моем доме много мертвых, и они со мной говорят, и это опасно, да. Я чувствую, что кто-то ходит, кто-то, что-то, ну, ощущение постоянного холода, недосыпа, усталости, вялости, не хочется ничего делать, какой-то хожу невыспанный. Да, это так, Инга, Инга, это вы все верно сказали. Так же вы говорили, что одно время я хотел быть шаолинским монахом, да. Ну, не шаолинский монах, я просто хотел уйти в монастырь. Но как-то судьба отвела меня от этого, и как-то я не захотел, просто понял, что это не мое. Так же вы говорите, что меня тянет к оружию военному, да, это есть. Меня просто жутко нравятся вот такие пистолеты, автоматы, ружья, но у меня нет ни ружья, ни автомата, хоть я хотел приобрести, но и не захотел, ну, на это нужно разрешение. Детство. Вы сказали за мое детство, что оно было болезненное. Вспоминание одиночества, изгойства, загнанный, что надо мной смеялись, закомпрессованность, ощущение ненужности, обида на родителей, да, есть, Инга, да, есть, вы все верно увидели. Вы как рентген, знаете, вы просто меня вот просканировали от и до. Ну, хочу сказать, что в детстве у меня, я два раза чуть не утонул. Потом у меня мотоцикл переехал, это было мне лет шесть, но как-то все обошлось, то есть серьезных травм не было. Потом вы мне сказали, что, ах, да, еще хочу договорить, что в школе я был белой вороной, то есть не замечали меня, то есть постоянно одноклассники надо мной шутили, и как, ну, скажем так, обижали. Было такое, было. Сирота, дети жестоки. Все верно увидели. Инга, так вот сказали, что у меня было много соблазнов, соблазнов, извиняюсь, соблазнов. Было, одно время было, алкоголь был, был, признаюсь. В молодости лет мне, когда было, восемнадцать, девятнадцать, боль, депрессия у меня. Тогда была, вот, и я был, одно время ударился вот эту плохую, скажем, компанию, но вовремя очнулся, понял, что это не мое, ушел. А сейчас, на данный момент, у меня организм не принимает алкоголя, потому что я язвенник с восемнадцати лет, может, поэтому я язвенник с восемнадцати лет, потому что меньше надо было вот этой дури пить. Вот. Но потом как-то, кроме красного вина, я ничего не употребляю, и то редко, редко. Единственное, что у меня есть летняя привычка, я курильщик. Также у меня в детстве удаляли то ли гланды, то ли поли, по-моему, гланды. И когда врач какую-то штуку засовывал мне в рот, чтобы вырезать, он задел голосовые связки. И как раз у меня тот момент был, как сказать, ну, как раз тот момент у меня должен быть происходил какой-то, не переходно, как правильно сказать, ломка голоса, извиняюсь, ломка голоса. То он задел голосовые связки, и голос у меня как бы остался. То есть я неделю проходил хриплый, вообще до четырех лет я вообще не разговаривал. Все говорили, что я буду немым, но произошло чудо, и я заговорил. Но, как видимо, в действии я очень сильно болел, очень сильно болел. У меня были проблемы с желудком, с зубами, с ушами, с горлом, с носом, с ногами я плохо ходил. Отсутствие материнской энергии. Точно так же болеют дети в детдомах постоянно. Болезненные, все время худые, все время с каким-то проблемами. Это отсутствие материнской энергии, потому что энергия матери, она оберегает. Ну, плюс еще и вот эти нервные срывы, плюс еще ощущение одиночества и так далее. Поэтому неудивительно это все. Давайте дальше. У меня была травма ноги, и плохо у меня с ногой было. Измены предательству огненной женщины, вы сказали. Страстная, привлекательная. Да, была в моей жизни девушка постарше меня. Как вы и говорили, что мне нравится постарше женщины, потому что старшие женщины более мудры, более опытные, более разумные, чем те, которые... Мамы тебе не хватает, вот чё. Моего возраста. Но эта женщина использовала меня. То есть она с помощью, как сказать, пользовалась моей помощью. То есть я у нее был не в статусе как мужчина любимый, а в статусе как ее домработник. Вот и всё. Так же вы говорили, что у меня депрессия, закрытость. Да, есть такое, Инга. Есть у меня депрессия, потому что остался я один, и помощи ниоткуда. И вы сказали, что закрытость я пытаюсь как бы уменьшить доверять людям. Я пытаюсь, как сказать, жить в таком... Ну, как в одиночестве, потому что всё-таки лучше... Я посчитал нужным, что лучше быть одиноким человеком, чем с кем попал, ну, как сказать, не с кем попал, а кому-то довериться. Вот, может, из-за того, что я в своей жизни много прошёл предательств, обманов, в общем, друзья мной пользовались, пользовались моим доверием, как вы правильно всё сказали, что вот... Что я прошёл в этой жизни. Вы сказали, что у меня сильный род, северный род, купеческим был родом, но я этого не могу знать, я не могу никак это проверить. Хотя, хотя, я всегда... Я чувствовал, что вот непростой у отца род, что был род из... Что-то связанным и с купеческим родом, что вы сказали, что... Раскулачили по отцовской линии предков моего отца. И они умерли от голода. Это, да, может быть, и может даже есть так, потому что в то время людей забирали имущество, кто лучше жил, богаче жил, забирали в кого скот, в кого земля, всё забирали, отбирали, и вполне возможно. Может, те годы, когда на моей стране был голодомор, может, в то время, но я не могу знать, какое время там. Но, по-моему, может, даже я думаю, что в это время, не знаю. Это северный русский род. Это в России. Северный русский род. Это здесь. Может быть, Енисей, Лена. Вот истоки этих рек. Когда-нибудь ты столкнёшься с потомками твоего рода и узнаешь, но это не скоро, лет через 15. Отцовский род. Поскольку ты очень хотела понять, кто Аня, а отец не участвовал в твоей жизни, вот поэтому я тебе и рассказываю. Род отца у тебя сильнее, хотя ты рос в роду матери, но род отца сильнее намного. И всё, что у тебя есть, это от отцовского рода. Невзирая на его недостойное поведение, в роду было очень много достойных людей. Поэтому ты не должен закомплексовываться из-за того, что отец бросил, значит, и род отвернулся. Это не так. Отец мог сам быть проклятием этого рода. Понимаешь? Давайте дальше послушаем. Сказали, что ко мне часто приходит женщина в красном платье, шалью укутана и девочка маленькая с ней. Знаете, один случай был мой недавно, это было месяца два назад, когда я услышал возле окна, как будто женские два разговора. Детский и взрослый женщина. Я ещё тогда, помню, проснулся с среднего дня, но решил, что это приходит проверять, показатели счётчика снимают. Но думаю, выйду на улицу, посмотрю. Вышел, никого нет. Но голоса я слышал чётко, что кто-то между собой, ребёнок и взрослая женщина разговаривали. Но о чём я не знаю, о чём не расслышал. Но чётко чувствовал, что кто-то вот возле окна моего стоит и говорит что-то, беседует. Что я во сне вижу дуры. Вы говорили, что я во сне вижу другие миры. Да, это есть такое. И не раз было. Часто мне стали снятся. То я на кладбище гуляю, то я куда-то с какими-то покойниками говорю, то я с предками своими, бабушками разговариваю, то были такие случаи, когда... Вот недавно приснилось мне, что во сне я увидел, что я на кладбище и лопатой пытаюсь копать землю и лопату... На лопату, скажем так, пытаюсь очистить лопату от земли и об могилу её пытаюсь обстучать, чтобы сбросить землю с лопаты. И в это время недалеко от меня в соседнем селе падают какие-то бомбы, жуткие взрывы. Такие вот. И я проснулся. Это сбросить груз прошлого. Вот этот сон. Так, сейчас пересмотрю. Ничего я не забыл. Вы мне сказали, что у меня есть одно желание. Да, есть у меня одно желание, это что в моей стране наконец-то наступил мир. И если честно, меня очень волнует то, что две страны раскололись. Народы, даже не страны, народы разошлись по разным сторонам. Всё-таки кровная связь между двумя народами это существует. Их развели. Меня это очень волнует, и я это очень переживаю. Их развели. Их развели. Они не разошлись, их развели. Их пропагандой, сей ним ненависть, их развели. По разным лагерям. И настолько она углубилась, это всё. Они же понимали, что к чему это приведёт. Что один будет разнить другого, другой даст ответ, в конце концов. им это и было нужно. Вот их развели. Что всё-таки... Исправится всё. это общая кровь предков. как не... общая кровь. Общая кровь предков. Вот поэтому я очень сильно по этому поводу беспокоюсь. всё вернётся. Всё это исправится. Вся эта ненависть сойдёт на нет. Придёт время. И недолго ждать. Просто сейчас это подогревается ещё больше, больше, к сожалению. И то, что возле меня безумная толпа, вы тоже правильно всё сказали, Инга. Пытался людям объяснить, рассказать. Но люди не хотят слышать. Они просто вот как зомбированы. Они хотят видеть правду. Они на своей волне. Вот. Плохие и всё. И хорошие и всё. Убийцы и всё. И вот. Вы спросили, у кого из семьи был рак груди? Вы знаете, я не могу знать. Может, у тётки моей, по-моему, может, по отцовской линии у него сестра родная. Она тоже же мне тётка. Родная сестра моего отца. Может, у неё был рак груди, но я точно не могу. Бабушке точно не было рак груди. Бабушка умерла. У неё был диабет, у неё отказали почки. Папина сторона. Это папина сторона. посмотреть судьбу, ну, что она же так, собственно, ну, не так же тяжело, как, например, снимать там какие-то нехорошие вещи. Друзья мои, это точно, точно такая же тяжёлая работа. И иногда ей сложнее даже, чем снимать. Ну, вот, вот, посадите напротив себя человека и скажите что-нибудь про него. я посмотрю. Но общие вещи, конечно, можно говорить. Вот у тебя порчи, тебе нехорошо, ты вот злая, ты вообще нервничаешь в последнее время. Общие вещи, высосанные с пальца, это, ну, все могут говорить. Как Галина Вишневская сказала, сейчас мы пришли в такое время, что любой человек, сидя в зале, может посмотреть на певца и сказать, я тоже так могу и будет прав. Потому что, ну, не каждому дано петь. А если каждого толкнуть туда, надеть там, раскрутить, да, и все подумают, я тоже так могу и будут правы. Поэтому говорю, что общие фразы, я для чего снимаю, я сновидение показываю, чтобы вы понимали, что как бы люди не смотрели, как бы не сказали, вот я на картах смотрю, а вот мне вот так, я по словам, я на кофе, всё равно, должна быть подробность, чёткость, ясность, а то знаете, сколько сейчас смотришь, какая-то ересь льётся, вот вы последний, одним каким-то этим капанием воска смотрит человек, это тоже у меня увидели на воске, предсказание на воске, помните, но там было на каждого человека, на каждую судьбу, капает и смотрит судьбу 30 человек сразу, или 3000, или сколько сидят на этом, ну, в прямом эфире, и всем говорит, и со всеми совпало, конечно, совпало, со всеми совпадёт, любого человека, сейчас поймай с улицы, скажи, ты последнее время злишься, у тебя последнее время, вот, зарплата не устраивает, или последнее время, у тебя постоянно раздражённость, вот хоть с кем-нибудь не совпадёт, потому что мы всю жизнь живём, мы всем всегда недовольны, мы последнее время раздражённые, злые, это общие фразы, а вот подробность жизни совершенно другая, давайте послушаем дальше, иначе опять я отвлекусь. Вы рассказали мой сон, вот это меня самое большее поразило, как вы могли увидеть то, что я вижу во сне? Это самое лёгкое, что можно увидеть, ясновидцу, я вам открою секрет, намного легче видеть ваши сны, духи ваших предков, ваши мысли, это намного легче даже, чем видеть судьбу, потому что я лезу в ваше подсознание, и сон я видеть могу намного быстрее, легче, чем даже такие события в жизни, чтобы вы знали, это для вас невероятно, для меня намного быстрее, легче видеться мысли, сны, подсознательные, всё, что касается подсознания, они сразу же мне показываются, вот в чём дело. Тайные видеть, я почему говорю, помните этот фильм, да, укротители, да, вы можете мыши укротить, мышь нет, вот подавайте мне льва, тигра, пожалуйста, то же самое, снимайте с глаз, пожалуйста, я вам дала ритуалы, а вот проклятие рода, вот подавайте мне сильные работы, сложные, опасные, я в них больше спец, чем вот эти мелкие какие-то эти, серьёзно говорю, они мне больше поддаются, я могу, может быть, читать, 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 чтобы у человека, я не знаю, клиенты пришли или что-то, и долго это будет продлеваться, это ни в какую, поэтому я и говорю, сами пробейте дорогу к деньгам, вы быстрее сделаете, моим ритуалом я подарила, сделаю, вы попросите, вам дадут, постучите, отворятся. вот это я могу намного дольше делать, чем, например, вытащить человека с того света, вот он умирает уже, это всё сделать, начитать, и он за две недели встанет на ноги, понимаете, вот казалось бы, что легче, вот здесь призвать, вроде бы, покупателей, чем вот вытащить человека безнадёжного, не, безнадёжного намного легче, мне, легче не в том смысле, что ерунда, ничего не стоящая, нет, но оно мне даётся больше и быстрее, чем вот эта вот мелочь, казалось бы, ну вот так устроено, вот духи, которые более тёмных сфер, они меня слушаются, а более такие, скажем, ну серые их называем духи, которые между двумя силами, да, светлые и тёмные, ну условно, нет светлых и тёмных, ну так условно разделяем, для того, чтобы людям было понятно, эти со мной не так в контакте, чем те тёмные, опасные, которых другие боятся, вот такая я родилась, ничего не сделаешь, вот это моё дело, вот у меня такое, у кого-то по-другому, у меня вот так, давайте послушаем, теперь про сон, извиняюсь, что прерываю, я знаю себя, профессиональной болезнью, лезть, обязательно комментировать, всё, теперь слушаем, вы сказали, что я виду туман, и видно маковки церквей в тумане, и я перехожу через мост, деревянный, такой сероватый мост, и всё время дохожу до моста и останавливаюсь, и просыпаюсь, вот этот мост мне периодически снился, и ни один раз, но как вы могли увидеть, это просто, я не знаю, это шок, это шок, этот мост, я помню, что я перехожу через этот мост, и пытаюсь перейти на ту сторону реки, но меня как будто кто-то, ну, не пускает, вот я пытаюсь туда пройти, хочу посмотреть, что там, это смерть, река во сне, переход через реку, это смерть, река смерти, стикс, или река забвения, или река тризны у славян, это смерть, мост, переход, уход, ты всё время стремишься уйти с этого мира, а тебя не пускают, ты хочешь посмотреть, что там, туда пойти, и по-всякому ты приближал свой конец, и пил там, и всякое там, занимался чем угодно, то есть ты не берёг свою жизнь, и поэтому тебе всё время во сне говорят, что мы тебя останавливаем пока, не даём перейти, но очнись, очнись, иначе один раз пройдёшь через мост, и не вернёшься. Все люди, которые перед жизнью и смертью вот так находились, вот в этом пограничном состоянии, они описывали реку, что некоторые переходили, махали руками, некоторые с того берега, даже видели людей ещё живых на том берегу, и они умирали через некоторое время, и они всё время говорили, что их не пустили, то ли через лодку, то ли через мост, то ли возле реки остановили, вернули, и они вернулись назад, это смерть, мост, река, переход, ты просыпаешься всё время, тебя не пускают, тебе хочется посмотреть, что там, а тебе говорят, подожди, ещё рано, тебе там делать нечего, понимаешь меня, вот что это, поэтому оно выходит у тебя всё время, этот мост, старика, ну, последнее время уже не так часто, одно время снилось, чуть ли не через каждый сон, ой, прям вперёд намотала, и чаще всего начинает этот мост, больше снится тебе, ближе к твоему дню рождения, вот чаще, к какому-то особому твоему празднику, какой-то годовщине, начинает этот мост постоянно снится, давайте, надеюсь, что тамотала до этого места, сейчас ещё раз послушай, скажу через этот мост, и пытаюсь перейти на ту сторону реки, но меня как будто кто-то, ну, не пускает, вот я пытаюсь туда пройти, хочу посмотреть, что там, что там, но меня как будто кто-то назад, вот, возвращает, я не знаю, это не раз было, вот, вообще мёртвые, я вас правду, вы правильно сказали, что мёртвые часто ходят, снятся мне, это про, вы всё верно сказали, что вот, недавно приснилось, что я иду, пытаюсь пройти на кладбище, но мёртвые стоят, как живые они, и говорят, ты что здесь делаешь, я говорю, я хочу пройти к своим родным, возвращайся назад, тебе ещё рано, не пришло твоё время, уходи. Вот моё слово ты подтвердила, я даже голосование не слушала, я с вами слушаю, эти мёртвые, тебе показывают, что если у тебя связь с миром мёртвых, сойми с тем, что облегчи им уход в тот мир, то есть вот продажа венков, памятников, есть люди, которые этим занимаются, ты можешь посредником стать, рисование, там, ритуальные услуги, я же тебе сказала уже, вот, я больше голосовой не буду выставить, мне кажется, человек более чем подробно всё сказал, ещё раз говорю, вы поймите, у людей нет опыта общения, как у меня, там, быстро-быстро мысль свою, они раз в году, может, раз в 10 лет сняли что-нибудь для публики, конечно, им трудно это всё выразить, но в любом случае, имейте терпение, спокойно слушать. Внизу можете написать, вот, дальше, продолжение, то, что я сейчас говорю, да, голосовой я больше не выставлю, потому что уже более чем подробно выставлено, мои советы просто даю, параллельно мир мёртвых с тобой в хороших отношениях, даже не пустили тебя, так и подумай о том, как использовать их доброту, их симпатию себе в угоду, они будут помогать тебе подняться, я для таких людей, там ритуал скоро, у которых с мёртвыми хорошие отношения, вот давайте так скажем, которые всё время видят мир мёртвых, советы оттуда получают, и всё, предупреждения, для этих людей я дам очень подходящий ритуал в скором времени, чтобы каждый раз ходить и просить их, и всё будет хорошо, давайте слушать. И отсюда, они меня выгоняют, просто не пускают, так же вы сказали, что вот это напоследок я оставил, и сказали, что в моём роду были характерники, вот это самое большое, что меня заинтересовало, когда мне это сообщили, значит, в моём роду, поскольку я не знаю, но, по-моему, мне говорили подруги моей покойной матери, что отец как бы хвастался, что они с простого рода, и что у него в роду были ведающие люди, что занимались подобными вещами, и вы сказали, что был дед по линии отца, очень властный человек, его все боялись, и он говорил, что кроме 9 мая у него других, для него других праздников не существует, что он был строгий, патриархальный человек, знаете, этот дед мне когда-то приснился, я вспоминаю сон, когда один раз во сне я его увидел, такой жуткий, такой взгляд у него страшный, вот, ну, прямо из-под лоба смотрит на тебя, как со злостью, хочет вот сейчас что-то с тобой сделать, но я даже так, как сказать, немного испугался, вот, но это было очень давно, я уже точно не помню. я тебе скажу, твой дед, этот дед, он очень хорошо к тебе относится, и он любит тебя с того света, и очень ругает твоего отца за то, что он так подло с тобой поступил, а этот страшный вид, обычно мертвый, как приходит, как им нам сказать, объяснить, предупредить, как, только пугать, потому что стресс запоминает свой, мертвый, что-то он такой, что-то нехорошо, ты тогда совершал очень серьезную ошибку, и перед этим твой дед и приснился, такой злой на тебя и сердитый, он тебя хотел остановить, и он остановил, этот стресс, это вот все, это такое, как-то обошлось, обошлось, а ты мог даже сесть в этот момент, тебя могли сбагрить за чужие грехи, поэтому он пришел, он хорошо к тебе относится, именно поэтому он пришел к тебе так строго, чтобы тебе сказать, а ну выйди из этих компаний, пока не поздно, но не из-за того, что он тебя ненавидит, наоборот, он отца твоего ругает, что из-за него их род такой болезненный пошел, из-за его романов, из-за его бесконечных, там родить и бросить детей, тут и там, и дети, которые его не знают, и росли как-нибудь, вот о чем речь, потому что отец твой, узнав, что матери нет, мог собрать тебя в новую семью, мог, но он же этого не сделал, то есть человек кинул продолжение своего рода, а это не может понравиться пращурам, прадедам, отцам рода, понимаешь почему, так что к тебе у них нет плохого отношения, наоборот, они тебя охраняют, и как чувство вины перед тобой, так же вы сказали, что есть в моей жизни человек, с которым я общаюсь, но расстанетесь, да, есть такой человек, но это человек, у нас разные интересы, разные взгляды на жизнь, да, совершенно вы правы, уже идете к этому, это тоже, так же вы сказали, что мой биологический возраст, молодой, 23-25 лет, здесь, я вам так скажу, что может из-за того, что я выгляжу по-моему, но я немного старше, может быть, что вам, может из-за голоса мне думать, физиологически тебя все время принимают за этот возраст, вот поэтому твой физиологический, биологический возраст внутренний, вот такой и остался, а дальше, может быть, воспринимает тебя именно как вот такого вот молодого парня, давайте послушаем, вот что, вы решили, что мне 23-25, я старше, старше, вот, это хорошо, если тебя моложе считают, так, ну все, у меня, буквально года два назад, паспорт спрашивали, когда я покупала алкоголь, пиво просто попросили, там, возьми пиво тоже, и я, в общем, с этим все, они стоят, и я им говорю, идите, сами покупайте, у меня паспорт, сумка, все, у них только карта, то есть, руки, и мне не давали, и если бы я, например, в 18 лет возмущалась бы, ближе к 40, мне было смешно, я это восприняла как комплимент, честно, мне понравилось, и я говорю, ну сейчас шутите или нет, ну просто предъявите, пожалуйста, паспорт, я говорю, замечательно, значит, я в тот момент выглядела просто как немного пухленький подросток, вот так скажем, ладно, ради всех богов, я только за, так что вот так, воспринимайте это как хороший знак, значит, вы выглядите так, и ваш возраст определяется по вашему, вот как вы выглядите, фотографии этих людей я не видела вообще, вот я просто покажу, у него вот волк на главном, поэтому я этот волк и выставила, я не видела ни разу этого человека, никого из них, вот, кого я вычитываю, я не видела лично, а у некоторых есть фотографии на аватаре, но они даже не четкие, не понятные, только после, когда они отправляют голосовой, ты видишь их, ну то есть более четкие фотографии, но это уже после проведенного ясновидения, я этих людей, вот этого волка я и вычитываю, видали, вот его, вот с этого волка я и все читаю, а я даже не знаю, как он выглядит, не видела, не слышала, ну, не знаю этих людей, знаю, что некоторые мои подписчики давно, но вот, даже понятия не имею, вот на улице могут пройти, может по такой энергетике я определю, что я этого человека вроде смотрела, ну и все на этом, и более никак, а вот, как бы вам сказать, физиологически я и не знаю их, так, давайте еще один голосовой, не пойму, что, вот сейчас послушаем, может быть дополнение, Инга, извините, пожалуйста, но у меня к вам один вопрос, на который... Тихо, это уже личный вопрос, видимо, это уже не к ясновидению, сейчас я прослушаю, если там к ясновидению нет отношений, значит, ну, личный вопрос не хочу записывать, видите, я просто с вами вместе слушаю, это все я не слышала еще, выложу все-таки и отвечу здесь на его вопрос, когда я сказала, что у матери несколько раз был смертельный случай и виной тому отец, помнишь, в начале, когда записывала, собственно говоря, эти слова были не просто так сказаны, потому что ты продолжил мою мысль, теперь слушаем, и я тебе отвечу здесь более подробно и выставлю, я думаю, что стоит, потому что есть люди, у которых может быть похожая ситуация, слышали, или у них было, пусть они и знают, что если у них похожая ситуация, то какую-то ясность можно внести, хотя нужно каждого, конечно, рассматривать, у каждого своя судьба и свои такие моменты определенные, слушаем. Инга, извините, пожалуйста, но у меня к вам один вопрос, на который, пожалуйста, если вы сможете, ответьте, решать вам, выставлять это на общее обозрение или нет, но я хотел бы вам рассказать, как все-таки погибла моя мама, и мне бы хотелось, чтобы вы мне отдали ответ, что случилось в тот день, когда погибла моя мама. Умерла она не своей смертью, в общем, в тот день, когда она погибла, мой отец, они сели в машину с моим отцом и куда-то уезжали, то ли он к любовнице собирался, как мне бабушка говорила, мама его не пускала и пыталась всячески его вернуть, то ли по своим делам он уезжал, и она тоже вроде препятствовала моя мама ему, чтобы он не ехал, но когда машина такая огромная, как КамАЗ, вот такое вот, в те времена он ездил на такой машине, и он то ли выбросил на дорогу, а дорога была с такими, ну, выложена такими огромными, огромными камнями, и она ударилась, и у него было большое, в общем, сотрясение мозга, и она умер через 15 суток ушла из жизни, то ли она сама выпрыгнула, то ли он и ударил по голове, и потом выбросил с машины, и вот, никто не знает правды, отец доказательства вины отца не доказали, посадить его не посадили, но мне бы хотелось, чтобы вы ответили, пожалуйста, мне на вопрос, что же таки все-таки произошло в тот зловещий день или вечер, виноват мой отец в смерти моей матери или не виноват, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, решать вам, выкладывать это в голосовые или не выкладывать, но спасибо вам за внимание, с благодарностью Александр. Саша, во-первых, возьми себя в руки, ты уже не сирота, ты взрослый человек, как говорят дети, которые делают детей, уже не дети, у всех в детстве были травмы, поверь мне, у всех людей, у каждого есть причина вот так загонять себя в угол, потому что детство очень многих людей детство было несчастливо, особенно мы все дети 90-х и это все помним и все такое, но возьми себя в руки, это первое, во-вторых, мертвые не просто так приходят, я тебе уже посоветовала, начни работать, помогая им улучшить их пребывание там, это ритуальные услуги, а над этим подумай, далее, что касается твоей судьбы, ты встретишь женщину, она будет чуть старше тебя, и у нее будет ребенок от первого брака, ты с ней найдешь семью, у тебя впереди эта встреча, но в течение трех лет, не сейчас, сейчас ты, кого бы не встретил, ну, будут так временные, какие-нибудь радости, тоже, может, важно, но это не твоя судьба, что касаемо твоей мамы, он ее убил, он занимался махинациями, у него с друзьями, они перепродавали дома, недвижимость, покупали, в общем, ну, вот так вот с алкашами договаривались, их переселяли в какие-то меньшие дома, и у них очень много было махинации, мама твоя сделала глупость, она пригрозила ему, что если он не прекратит это отношение, вот с этой такой-то сякой, и если он подумает о разводе, уйти из семьи, вот эта болезненная была любовь у нее к нему, болезненная, она просто болела им настолько, помнишь в фильме «Титаник», когда она решила уйти следом за мужем, и потом дети, когда плачут, и старшая дочь говорит, не стоит она наших слез, она выбрала его, вот она выбрала его, очень жаль, она не подумала о тебе, она не подумала о том, каково быть сиротой, знаешь, есть такая армянская поговорка, горе сироте и его доли, сегодня сыт и завтра голодный, кто как захочет, так и обращается, сирота, вообще человек сиротица со стороны матери, матери нет, человек сирота, отец есть нету, ну пофигу вообще, но если матери нет, ребенок сирота, и к сожалению, мама твоя любила его больше, чем всех остальных, чем тебя, и настолько она держалась, он ее и бил, издевался, и унижал, и несколько раз она заставалась этими любовницами, скандалы и все прочее, и она знала эту тайну, о твоем отце, и когда она пригрозила, что если ты вздумаешь вообще уйти, я пойду в прокуратуру, заявлю на тебя, что я знаю о твоих махинациях, ты или со мной будешь жить, или ни с кем, он был человек неиздержанный, и он ее ударил по голове, открыл дверь и толкнул вниз, но поскольку там людей не было особо, издалека увидишь, что женщина упала, и потом разговаривали с этими свидетелями, у него были моменты, у него тогда был очень большой взлет, он деньги зарабатывал замечательно, денежные, он ее одевал, он ее тоже не, как бы не оставлял, но любил этот человек куролесить, вот такой он был человек, он разлюбил твою маму, просто она ему наскучила, она надоела своими слезами, своими стенаниями, своими ревностными сценами, все такое, хотя он ее любил, он ее добивался и увел от жениха, и потом, когда он одумался, поднял, привелся в больницу, отвезли, все такое, одумался, да, в этот момент, ну то есть у него не было намерения отвезти ее убить, но когда он услышал, что вот она пойдет там, напишет заявление и так далее, у него в глазах потемнело, и вот этот момент, он это сделал, естественно он дал хорошие деньги следователям всем, они все понимали, все поняли, что якобы она упала, некоторые, что она покончила, ну в общем неясные версии, потом даже справку принес, что она вот каких-то лечилась у психиатра, мол она была не в себе и все прочее, и на этом все замяли, закрыли, именно на трассе он и погиб, он погиб не таким образом, но он погиб точно так же на дороге, вернулась, не то, что там вернулся бумеранг, нет бумеранга, это выдумки бумеранг, мы сами должны толкнуть, нет, просто вот, вот как он сделал, точно так же он ушел, на трассе, эгоисты были твои родители, что мать, что отец, они просто тебя сделали, родили, и вот как хочешь, так и выживай, к сожалению, так и случилось, и мама твоя не покровительствовала с того света, она не приходила к тебе, она тебе не помогала, не потому что не любила, потому что ее не пускали, потому что считали, что ее энергия еще хуже сделает с тобой, раз она в жизни, при жизни не была хорошей матерью для тебя, и после смерти она будет никакая, понимаешь, так что приди в себя, тебя оберегает род твоего отца, он тебя любит, и он тебя просит, и постоянно вот подталкивает на действие, чтобы ты поднялся с колен, и шел вперед, научись слушать эти все знаки, и откинь прошлое, мертвых не бойся, а пользуйся их покровительством, поскольку они к тебе приходят, и меняй свою жизнь, вот такая у тебя непростая судьба, как и у всех ярких, сильных людей, которые, ты сильный человек, как бы ты ни думал, что вот, нет, ты сильный мальчик был в детстве, и глумились, и по-всякому, дети жестокие, ты был сирота, бабушка, почему была так строгая, она боялась, она несла за тебя ответственность, она боялась вдруг, чего не так, и как бы, не свой ребенок, а внук, это очень большая ответственность, так что не сердись на нее, она это делала из любви к тебе, она единственная тебя жалела, просто вот пыталась оберегать, а сестра матери, завистливая, длинная женщина, была и есть, и будет, и дети такие же в нее пошли, и она была влюблена в твоего отца, она ненавидела сестру, она завидовала ей, поэтому ты напоминал вот об их связи, вот она тебя и принижала, и обнуляла, теперь понимаешь, почему, я надеюсь, что ты нашел, наконец-то, ответы на свои вопросы, это очень важно для человека, очень, когда человек всю жизнь живет, с обидой, с болью, с недосказанностью, ему нужно это все понять, расставить на свои места, и я тебя уверяю, что сейчас твоя жизнь будет совершенно другая, абсолютно, тебе ответили с того света, все расставили по местам, и теперь твое подсознание поменяется, и поменяется судьба, я тебе желаю удачи, ты хороший человек, и пусть у тебя все будет хорошо, и будет хорошо, поверь мне, всем удачи!